Для тех, кто в записи смотрит, вам повезло, вы пропустили 40 минут, блин, настройки хостов, хвостов. Мы смотрим второй полуфинал, Мун против Хэппи, это Тед Кап, 18-й Тед, китайский андет внизу сидит, и погнали. Погнали. Предположение было, что Мун будет играть через Козла, но он заказал на этой карте Варден. Не знаю, ну скорее всего он будет повторять стратегию, в смысле повторять выбор героя. Но как здесь за Варденку играть, и почему Мун за Варденку играет? Ла Лайт уже бросил это гиблое дело против Хупача Варденку играть. Она пушится, ее крепить на старте важно и сложно. В затяжную игру тоже это отдельная стадия, когда там Варден пятая, или не до пятая, и когда пятая, когда шестая. Там просто стили меняются, управление этим героем. Когда-то она должна жаться, когда-то она должна выскочить агрессивно, там, по дыке, может быть, поработать. Иногда прям крепится, крепится, крепится первую часть игры, потом переходить, там, обороняться на Т3. Короче, Варденка первая, действительно, у Муна в заказе. Второй барак будет, не будет, тоже вопрос. Как он планирует Варьку качать? Это вот самое главное. Плун пишет, думаю, кот, думаю, невыгодно сейчас было думать. Потому что мы тоже думали, но потом нам показали, что там Варя, и хэппи не из тех, кто ходит смотреть демки на старте, чтобы посмотреть, какой герой. Ну, я думаю, 3-0. Просто вопрос, как? Средний говорит, Михаил, совсем уважаем к начинающим экспертам, психолог нужен только, когда есть проблемы, в частности, которые не решаются сами. Если лечить и налечивать здорового человека, получится совсем не тот результат, когда лечить и консультировать больного человека. Спасибо, средний, низкий поклон. Ваша позиция мне импонирует. Так, ну что, хэппи выдвигается, почти сразу заберет зеленую точку, но пойдет харасить Варьку. Это правильный, правильный ход. Потому что, повторюсь, самая большая задача в Орден, это в начале Кри, Пи, правильно, Ца. Пиксел. Ниндзя переподписан 34 месяца. Пиксел. Пиксел ниндзя, спасибо, Пиксел ниндзя. Добро пожаловать. Так, ну и ДК не бежит. Вот это меня смущает несколько, потому что... Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Пытаются сделать... Ой, отмена. Нет, нейтралы убили. Нейтралы убили в магазин, записывайте. Давайте я просто возьму ручку и листочек, просто буду засечки делать, как заключенные, чтобы... Каждая засечка — это косяк Муно, вот чтобы было понятно, насколько все плохо. Сейчас он потерял в Испании, вернул 3 четверти стоимости от магазина. Ну, там немного. Ну, типа 70... Около 70 золота и... Где-то 20 с небольшим, 22-23 дерева. Так, это раз. 1-0. На XZ пишет. Не, рановато еще, подождите. Еще рановато. Хэппи не дает даже скелета Варден подрезать. Сам съел своего скелета, молодец. Отличные Варды выпадают Хапачо. Видите, он сразу ставит их на криппинге, то есть Варден... Ну, Муновская Варден, она не похожа на Лалайтовскую Варден. И это скорее минус Муну, потому что Лалайтовская Варден — это лучшая Варден, которую я видел. Потому что он за нее дольше всего играл. Добил свою Гулю еще. Ай, молодец. Хапачо. Но ее никак нельзя было спасти, выбирая между киданием Койла в Голубого Огра, чтобы ее не убила Варден, не попыталась убить Кинжалом. И, соответственно, смертью Гулли ты, конечно, выбираешь Огра. Потому что Гуля, конечно, своя, но за Огра тебе больше дают. Биз, мы считаем только крупные косяки. Вот такие вот мелочи, серии добил, не добил, можно палочки ставить. Мы считаем вот эти вот эльфийские главным образом моменты. А датчик героя — непрожатые телепорты, недоконтроль какого-то юнита в откровенном месте. Может, ну, реально нужно как-то крупные косяки считать. А три палочки равно галочка? Мы вместо пятой палочки будем зачеркивать четыре. Опять же, как в камерах делают. П-предвзятость, я за Муну болею. Просто болеть за него больно тоже. Я хочу понять, насколько. Вот, Варя могла быть третья. Варя там пытается урывками через арщей дистанционно получить какой-то опыт на зеленой точке. Получает ненужный урон здесь местами. И фастет три. Две лорницы, соло Варден. Не дает ей даже даггером добить, видите этого? Ля как... Ну, он представляет, что Варден — это форсир. Со всеми вытекающими последствиями. Хрена с два, она кого-то добьет. Ну, план теперь более-менее понятен. Неизвестный поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает. Привет, в Бизане открылся новый компьютерный клуб «Респаун». Приходи в гости. Спасибо большое за приглашение. Сто лет не был в компьютерных клубах. Теплые воспоминания у меня по клубной, такой вот компьютерно-клубной жизни. Мы, будучи студентами, ходили в разные клубы, но в компьютерных нравилось больше. Мино Сарчану — это не косяк от Моны, здесь никак ее не спасти, как и вторую тоже никак не спасти. Блокируй, не блокируй. Он решил взяться за Варьку. Варьке сейчас надо бутылку пропивать. О, прожало. Ну, бутылка стоит дороже, чем Арча, я понимаю, Хапача. Плюс была небольшая вероятность, что Варя подумает, что у нее получится за лесом скрыться, Вижен пропадет, и не надо будет бутылку пить. Сейчас. Но не получилось. Не получилось подхалявить у Муна. Криппинг продолжается. Вот, а по стратегии Хэппи должен спокойно развиться до Т3 и прийти душить Варден. Потому что проблема у Андеды начинается тогда, когда он отпускает Варьку в свободное плавание, в свободный криппинг. И она докачивается до пятого. Если она до пятого докачается до того момента, когда Хэппи придет с Пушем, ну, такого не должно произойти. Пока что динамика... Ну, посмотрим, посмотрим. Может, впритык и получится. То она тогда при помощи третьих ножей отбивается от Пуша. Там гульки разваливаются. Иногда эльфы даже протектор достраивают, чтобы стабильнее отбиться. Зеленую точку собирает. Артефакты у нее неплохие. Вот медалька жизни, кольцо, серклетка. Жира в Варденке тоже не хватает. Ей не хватает маны и плотности. Поэтому вот рунные браслеты, медальки жизни, серклетки на нее очень хорошо работают. Пошел Риджовчинский. Сейчас можно, знаете, попытаться Варькой красную точку забрать. И если это получится, то он убьет сразу двух зайцев. Первый он, скорее всего, получит пятый. И его, если там не поймают, он просто к Пушу стелепортируется к себе на мейн. Потому что вот эта вот армия уже андэдовская, она уже заряжена. Она после этой точки должна на эльфы идти. Да, и тут как нельзя, кстати, барак. Я бы даже ножи здесь сделал одни, чтобы реген шел, и чтобы темпы добавить. Но Мун что-то жадничает по мане. Да, к нему идут. Он не знает, сколько у него времени. Выбивает артефакт какой? Плащик горения. Медведь, пошел телепорт. Варя не пятая, я повторяю, не пятая. И магазин... Магазинер съедают ироды. Кэнсел получился. Гули врезаются в... Талон? Талон? Мун? А, талон ворон, извините. Сейчас еще ножи. Минус Гуля. Ничего себе! Отбивается Луналикий. Касарик утекает. Да куда он утечет? Нормально. Хэппи здесь с равным лимитом. Варя не пятая. Горит, а толку? Мунвеллы уже пустые. Магазина нет. Арбы нет. Сейчас его просто на Ауриен будут разводить. Что там по сетке у Хапача? Не заказан. Да плевать на эту сетку. Одного талона можно и поигнорировать. А вот двух талонов как игнорировать? Неприятно. Дестройер получает пирсинговый урон от... Ай! Минус талон. Отстрелил. Нова. Фокус. Хорошо. Почему я за Хэппи болею? Блин, мне же... Надо за Муну болеть. Мун, вперед! Ой, стоп, стоп, стоп. Мне нужно дверь открыть. Извините. Что он не отбил? Игра, игра у нас! А тут сражение. Господи. Битая Варден. Битый ДК. Врывается. Кто отбивается? Кто нападает? Непонятно. Минус медведь. Шреддер помогает... Помогает отбиваться. Но Хэппи прилип как банный лист Не отстает Все очень плохо, лечиться сложно Варя что-то продает, что-то покупает Кого-то стафает Талоны пытаются отбиться от Дестройера Шреддер очень быстро отлетает Спасите Шреддера, спасите Шреддера надо возвращать Он на следующие втычки уже не справится У Хэппи хороший дезаказ Ножи Сайланс от Рейнджерки в очередной раз влетает в Варьку Ну что, врываемся снова Представляете, разница была бы, если бы третьи ножи были Возможно, надо было все-таки добить красную точку Чтобы поближе быть к пятому Ай-яй-яй-яй Ализи, привет Да, это первая карта Здравствуй Да, они тут 40 минут хосты выбирали У Хэппи уже 60 лимита Но это 1-0, хорошо, посмотрели Посмотрели, в общем-то, все понятно Стратегия ясна С небольшими изменениями в виде талонов против Дистра Дожил молодец, но отбиться не получится уже А потому что маны нет Потому что медведи биты Может там третий лич И Варя без третьих ножей не может ничего, к сожалению Все, падает первый талон Падает второй талон Падает одна гулька На медведе красный Смотрите, минус один медведь Фокус по второму Медведь второй еле-еле уходит Талон приходит Форму сразу Арчи подставляются Скелеты рубят Койл, есть пятая в Арден Ну а что толку уже? 37 лимит на 57 Уже армии не остается у Арден Чтобы вытаскивать тут за всех Мун старается, контроли там Дриатку спасают на Мунвеллах Вот, но Стафует медведя Непонятно, как им тоже там лечиться Но Стафует и Стафует молодец Забыл одного, правда, медведя сзади Вспомнил, но он умер уже Ну, уверенный Под пуш стандартная тема Мне вообще-то кажется, что в Арден В следующих играх не будет Но если, опять же Если бы ему удалось пятый сделать Он бы отбивался По крайней мере, от первого пуша Он бы отбивался Там не факт, что это конец был бы игры Но игра бы поменялась бы Что пятая в Арден Потом шестая в Арден Там мульта Уже совсем другая игра Кэйпи, скорее всего, бы играл Там на каком-то дефе Может быть, даже через Экс пошел Дирижабль бы купил Акалитов бы спасал Там новая стадия Но Мун не дожил даже до второй стадии Мунвеллы падают Варя предпринимает Вместе с оставшейся армией Попытку прорвать оборону Но не удается Сайленс еще закидывают Риджу в диспейлице Почти в ту же самую секунду Хэпи подкачивает красиво Мун пишет гг И выходит 1-0 Ведет хапач Играют они до трех побед Мунт 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 Такая стандартная, невыдающаяся игра. Джека поддержал ваш канал на 222 игра и сообщает. Салют. Городков отменил. Вижу, не хватает мотивации. Да просто игры других сейчас много. Если он выигрывает в серии, доночу 3 копейки. 3К прочитали как 3 копейки. Неплохо, но это самое выгодное стабильное вложение средств твоих. То есть, они к тебе вернутся в том же самом состоянии. То есть, ты даже... Ну да, ты даже их закидывать не будешь, так что все нормально. Если Мун выиграет серию, доночит 3К. Да-да-да, можете говорить все что угодно тут. Шансов практически никаких нет. Ну что, Autumn Leaves карта маленькая. Сильно удивлюсь, если здесь опять будет Варден. Но это может быть. Кто вот разберет этого Муна? На North Niles вместо игры в воздух, как он постоянно там играл через кипер, он берет Варден. Ну. Тоже доночу 3 копейки. Тоже доночу. Ему эта карта уже абсолютно понятна. Он ищет только одного покоя, умиротворения, гармонии от слияния с бесконечным вечным. Помню персонажа такого бесконечное и вечное. Преисполнился. Ну и кто же ты, первый козел? Первый козел это козел. Ну, такое у эльфов бывает. То есть, обычно у тебя есть какие-то планы на игру. Есть какие-то, может быть, заготовочки, разные стандарты. Особенно если мы говорим, ну, про эльфов. То есть, у них-то как раз есть вариативность. Ну, после того, как в первой игре твои планы рушатся, ты обычно откатываешься к... Ну, то есть, ты не продолжаешь душить одной и той же стратой, если только не совсем уверен в себе. Ты пытаешься что-то поменять. Вот. И приходится иногда к козлу откатываться. О, Бонич. В чатике. Ребята, всем лежать. Человек, который вчера три свадьбы провел. Психолог вообще никаких советов по жизни не дает. Поэтому помогает понять причины тех или иных поступков, реакции, ощущения. Ага. Хорошо, я знаю, по крайней мере, по результату нашего с тобой стрима, почему у меня те или иные ощущения в процессе возникали. Особенно, когда прибежали собаки, сожгли, ты про них забыл и завел на сундуки, потом начал тушить своим телом и умер. Причины я все помню. Все, но если это козел, то есть все равно два варианта, как мы видели по китайцу Каха. Есть опция сыграть в две лорницы, там через того же самого Диму второго в Медведя с одной базы. Ну, а вероятнее всего, это будет все-таки воздух. Все-таки. Потому что Мун больше предпочитает, у него такой стиль. Вот видишь, ты обвиняешь, в общих проблемах других людей стоит пройти консультацию. Тебе надо посмотреть наши трансляции с соколиком по PUBG. Я там, видимо, тоже перегибаю периодически палком. Но есть у меня такая склонность. Меня уже, да, меня уже проконсультировали, я сижу загруженный. Козел врывается, а не рубки нет. Отмена грейда! Хэппи не готов к этому таймингу, он теряет Акалито. Опачки! Я прошлую палочку меняю на плюс. Муну. Я забыл палочки рисовать по итогу предыдущей игры. Но Кипер немножко заигрался, у него персоналки нет. Он зря зашел так далеко. Он сейчас придется телепорт отдавать. Да, пошел телепорт. Но тайминг сместил. А тайминг это очень важная штука. Когда ты играешь в масс-воздух. Обратите внимание, что у Муны уже делается база. Вот двоечка на дереве, скорее всего у него делается игрейт и делается база. Я видел, там у самого соколика нужно тащить к психиатру после ваших сессий. А, ему кажется, на дистанции, как с гуся вода. О, минус койл! Еще плюсик записываем. Или это скорее минусик хэппи. Но у меня уже такая полярность образовалась в блокноте. А дерево сожрет? Вот если дерево сожрет, то это сразу можно все перечеркивать. Все эти отмененные грейды. Ой, понеслась! Гули грызут. Дерево. Гули грызут арчей. Арчи пытаются отковыряться. Как-то. Сколько гулей заплатят за экспанты, интересно. Одно и заплатил пока что. Файл Тиарна поддержал ваш канал на 150 рублей. О, привет. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Привет. Привет. В кои-то веки выдалась свободная минутка на работе и так удачно. Молодец. Против Муна подмайкера. Да. Прям олдскул и свело. Привет всем виси 3 комьюнити на ГГ. Еее. Лей бальзам на душу. Спасибо большое. Да, у нас очень классный полуфинал. Легендарные... Легендарные люди играют. Хэппи заплатил четырьмя гулями за эту базу. Довольно дорого. Но все равно по деньгам хорошо. Мун, наверное, сразу должен нычку восстанавливать на натурале. Да, он так и делает. Но он понимает, что сейчас Хэппи не сможет, так как у него армии почти не осталось в моменте, отменить эту базу, даже если она будет стоять без защиты. Но вот тут непонятно, кто в плюсе. С одной стороны, Хэппи выиграл пару минут, и это недодобытое золото. Ну, может, не пару, полторы минут он выиграл. С другой стороны, у него и грейд задержали, и гули подрезали. А там и Козлик сейчас будет, а он уже третьего уровня. И Дима выходит. Тут мы с вами приходим к такому нестандартному очень раскладу, с точки зрения как минимум таймингов, и к тому моменту, когда Хэппи будет пытаться поддушивать и пушить экспанд, у него как минимум лимит будет поменьше из-за потерянных гулей. Дима подрезает, а Оф готов крепиться. Блин, с детства за Муна. Давай, давай, Луналики. Да-да-да, там фейрики, никто особо не сомневался. Сейчас сначала гиппосов мы сделаем, потому что они помогают тебе арчей использовать нормально. Вис, нет. Построить может... Ой, за диспейл в самый последний момент. Мун контролирует ситуацию. Дима крепится, козел отбивается. Выглядит это очень красиво. И выгодно для эльфа. Так, летят первые два гиппоса. На самом деле три. Один летит, ну там... Да, два гиппоса все-таки, сори. Он синхронно построил аншенту винда, ему хватило на все. Достраивается дерево. Ну и надо, наверное, сейчас крепить вот это вот под бараком лагерь наемников. У эльфа есть все для этого. Сделать пару бернам, чтобы новые не добили. А, Хэппи думает, что он будет крепить. На самом деле, Мун пошел в магазин. Правильно ли это? Виспыча нет. Экстренный экспант, чтобы его на халяву не убили, чтобы время было... Ой, сейчас там Виспы помрут. Ой... Минус один, минус два. Ой, диспл хороший. Пустой лич, пустой ДК, но экономика немножко подрезана у Муна. Он недоконтролил, видите, тролль стрелял по гиппогрифу. Ну и Козлик здесь в Солянов должен отбиваться аккуратно. Магазин только жалко, что ему отменяют. И он доперестраивает сразу. То есть пока Мун проводит время, гораздо выгоднее, чем Андет. У него третий Дима уже сейчас, там пушем не пахнет. Два, один на три, три, вдумайтесь. Два, один на три, три. Дима берет себе сапоги, инвул. Выходит сейчас подкрепится еще в лагерь наемников по центру. И Хэппи очень сложно будет этому как-то помешать, потому что у него маны нет на новую. Койлон тоже вряд ли сможет кинуть, учитывая прикопку и Моноберн второй. Оп, Моноберн на 72. И прикопка. Ой, персоналка еле-еле уйдет, еле-еле уйдет, еле не уйдет. 14 хитов там было у ДК. Хэппи, что ты творишь? Оооо, Хэппи по прозвищу Касари у нас сегодня вылет. Серия, потому что я поставил на победу у Хапача, понятное дело, почему. Но конкретно в этой игре что-то... Нет, средний не умеет слезать, если под сеткой. CJ49 поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает. Мишкир, привет. Привет. Как ты думаешь, или, быть может, знаешь, как про игроки юзают инвентарь? По-разному. Очень сомневаюсь, что ловить молотки инвулом они успевают через нам клавиши. А в файле хаткеев я инвентаря не нахожу. PS, спасибо за стрим. Спасибо за спасибо. Можно перебиндить куда угодно. В Warcraft 3 Champions, кажется, встроенный биндер есть. То есть, который позволяет назначать на разные кнопки. Раньше мы, конечно, Custom Keys редачили. Но, насколько я помню, Хэппи не перебиндживал нум. То есть, он тянется к нумпаду. Но могу ошибаться. И многие профессиональные тоже этим занимаются. То есть, тянутся до нумпада. Перебиндживают обычно мув, потому что чаще используются. И, да, буквы М тоже тянуться неудобно. Но вполне допускаю, что уже какая-то ситуация поменялась. У Муна уже преимущество в 10 лимита. У него преимущество по героям. Он уже заказывает Hunter's Call, что нетипично. Подрезает еще Гулю. Но здесь пуш не пройдет. Нормальный. Хэппи ставит паузу. Ставит. У него, видимо, спайки пошли. Да, и 300 пинг скачет. У-у-у. Разве да у верхних слота какие-то отдельные забиндженные? Нет, они забиндженные все на, ну, 1, 2, 4, 5, 7, 8. На эти кнопки забиндженные. Так, вроде стабилизировался пинг. Поехали. Да, и понимает Хэппи, что он не может продавить. Он пытается затянуть игру, выйти в экспанд. И сражаться, соответственно, в более выгодных условиях у себя на земле. Но Мун должен сейчас атаковать до строительства Зигурата и все. И опять проблемы с коннектами. Не могу играть, говорит Хапач. Я согласен. Тут как бы минус 11 лимита уже. Там база стоит. Как, что тут сделать? Пинг прыгает до 2,5 тысячи. О, 500 пинг уже у Хэппи. 500. 500. Ну, это, это ни в какие ворот не лезет. Я считаю, это ничья. То есть, это 1-1. Ну, это, это скорее всего поражение Муна. Хотя, ой, в смысле, поражение Хэппи. Но хотя Мун может, может накосячить где-нибудь, там, героя не спасет. Но тут уже настолько серьезные, серьезные преимущества, что... А мне уходить через полтора часа надо уже. Никак я не рассчитывал, что там 3,5 часа понадобится на... На серию Бо-3. Ой, Бо-5. Ну, 3 победы, короче. Не, План. Такой возможности нет в рефоржде. Стабильный камень. Они поздно ли Фэрике? Не-не-не. Да вон, лимит 54. У него чистый воздух. У него нет никаких юнитов, кроме воздуха. Он всех арчей посадил на гиппогрифов и дальше штампует Фэриков. Это стандарт. Вон, максимальный 750 у него. Вон, 750. То есть там делается, там, отправляются, условно говоря, там 20 пакетов, и средний пинг 160, минимальный 90, максимальный там 750. Здесь уже ровненько. Здесь тоже ровненько. Средний говорит, я удивлен, что Близзы не могут сервера починить до сих пор. У Близзов нет такого количества серваков, они играют на Warcraft Re-Champions. Они перебирают разные сервера. И вообще довольно сложно найти сервак, который будет с хорошим коннектом, со стабильным коннектом между Южной Кореей и Россией. В этом проблема. Да, да, пинг нестабильный. Нереально играть. Просто пинг 500+. Максимальный. В StarCraft 2 таких проблем нет? В StarCraft 2 таких проблем значительно меньше, потому что Близзы поставили... Ну там серваков, насколько я понимаю, больше. А Warcraft Re-Champions это вообще кастомная штука. На добровольческих началах делается. Потому что Близзы в Warcraft... Рефорж продали, и ладно. Гори оно всё огнём. 1200. А-а-а... Я вижу, что посмотрели. Взросли, еще 10 раз. Айя Хайбин, если бы вы так же любите... Высоции из ваших вопросов... И если бы вы не увидели, то вы не увидели. Это в网-западный вывод, это другое, это очень хорошее. Оно, это пересекли. конкретно в этой игре если они не будут ее переигрывать ну то есть если они не будут доигрывать сию я бы не ставил переигровку то есть тут шансы на победу где-то 80 на 20 тоже в пользу муна если хапача спросить я думаю что он так ну не должен другую оценку дать ну если ему всю вот эту вот информацию дать какие там герои какие там предметы типа 3 3 на 3 1 камень жизни плюс 11 лимита он скорее согласится с нич ну с тем что один-один счет но неприятно хэппи до конца играл бы да это понятно что играл бы вопрос кто бы выиграл и с какой вероятностью решать за игроков кто победила кто нет на спортивно как ну правило читать просто обычно если ты проигрываешь и у тебя плохой пинка как вот здесь мы видим ну или тебя дисконектнула в конце концов и вы не продолжили игру то это уже на усмотрение судей идет на усмотрение судей я не знаю какие у них там правила прописаны но обычно смотрят демку и смотрят на ситуацию если у одного игрока сильное преимущество то могут присудить и его дискнула если диска и чувака который или проблемы технические у чувака который впереди то это переигровка а если ты проигрываешь у тебя технические проблемы то этого на усмотрение судей я не из головы это беру это на турнирах не на всех но на турнирах что тэд говорит все все то же самое смотрите какой у него пинкс и смотрите какие у него скачки что там стабильно нестабильно сейчас вроде стабильно я думаю они попытаются доиграть этот матч когда вот стабилизируется пинг и мы по-хорошему должны досмотреть его ты там что-то строчит да это тэд да можно можно же к именно поэтому прямой апишник лучше конечно не светить не стабилизировать сейчас видимо тэд будет предлагать стартануть но пока проверки продолжается бог хэпи говорит окей гол нормально ждем ответа от муна и видимо продолжаем мига гоу есть поехали так ну что игра продолжается позвоните кузи хэпи делает вид что атакует видимо чтобы там не качался на халяву демон хантер может стоять на базе все равно как бы толку мало дима действительно получать четвертый уже здесь уровень да ладно четвертый дима четвертый дима сетка на феррике ой дракончика отдал ни за что а и пойдет просто отменять вот это хорошему хочу но хэпи читает делать не рубку шахта отменяется гиппогрифорот дает ну пошли вот эти вот эльфийские моменты минус четыре лимита минус шесть лимита в чистом поле мунчанский алён ой не рубку дал достроиться оооооа Ну что, Муну надо собираться Ставить лимит, желательно еще разок бы шахту отменить Либо планировать атаку через полторы минуты максимум Посмотрим Есть еще опция третью базу поставить, но она мне вообще не нравится Потому что, ну, Хэппи может сидеть с двух баз вообще Отстроить любой лимит, который он захочет Деструйер еще бьет гиппогрифа Ребята не отвлекаются Так, козел пытается отменить Вызывает двух энтов Но тут не рубка, что ты сделаешь? Ничего не сделаешь, понимает это Можно было прикопать Акалита Все, тогда вариант-то один у Муна Это берем, закупаемся и идем в атаку Где-то нужно посражаться с врагом Разница в 15 лимитах все еще актуальная Мун вообще не торопится Я не понимаю, что он делает Он для начала не должен был давать ставить эту базу Для начала Пинг сохраняется нормальный Но вот это преимущество относительно Оно сейчас постепенно будет уходить Он пытается реализовать его за счет криппинга и предметов Получает неплохую И третью базу Серьезно, Мун! Серьезно! Господи! У тебя же... Ай! Ох! Ох, заливочка кажется от Муна Ну, считайте, Блэдмастер кританул Сработали эти там 15-20% Сейчас же затянет игру Хапач-то вырулит Может вырулить Мун, конечно, три точки прокрипит Опыт получит хороший Но Хэппи уже пришел Телепорт пошел Куда? Лево-низ, право-верх А у него 4 виспа еще были Прямо на голову телепортируется 70 на 59 Разница в 11 лимитах Господи! Серьезно! Пустой ДК Гули отстреливают раз Моноберн хороший Феррик падает Лимит 11 разница уже Ой! Пятый Дима Неплохо Тут какой-то хаос Беготня Половины армии за обсидианкой Остановитесь 62 на 46 Но все равно неплохо Мун здесь разменивается Финды битые Минус финт Минус финт Плюс 20 лимита Мун все-таки разменялся хорошо Дестроера Хэппи немножко забыл Но уведет Ну и это еще не все Там же база работает И ты вот на вражескую нычку Так просто не можешь прийти А что по Димке? Димка пятый Только с самого начала пятый Третья база зато Не, ну Да Игра продолжается Просто мне кажется Что можно было закончить ее Сразу после отжимания паузы Пока не было нерубки Пока плюс 15 лимита Пока артефакты героя круче Хэппи снова лезет Тут наверное свиток Ага, свиток пошел Пешком сейчас дойдет Мун Плюс 10 лимита только Да это следствие того, что ты опускаешь человека ниже Ниже 50 лимита И он Получает много золота А у тебя Преимущество сохраняется Апкип сохраняется Ой, но финды уже так умирают От крит массы фэриков Оп Минус тележка Дима злой Пятого уровня И третья база И Хапач сейчас понимает Блин Что делать? Либо сидеть на лимите 50 У него 51 лимит Нет, он дозаказался И продолжать пушить эльфа Все Он выбрал Идти до конца Преимущество эльфа по лимиту сохраняется Димка все ближе и ближе к шестому Дима очень крутой, да У него там два кольца Перчатки Регенерация Камень жизни Мун еще, кстати, Т3 сделал Под шумок Да заказывает третье дерево У него не помещаются гиппогрифы и фэрики в одну пачку Он одну пачку недоконтроливал Ставит дополнительный магазин Это чтобы сразу две арбы купить Что денег у него сейчас будет много Он в 80 лимита упрется И все И дальше делать будет нечего Козел и дед покупает первую арбу Персональный магазин для Дмитрия там строится Представляете? Под арбу 80 лимит на 66 Контроль красной точки справа хороший Амун не оставляет его в покое Смотрите, как только понял, что пуша не будет Он такой, хопа И залетает сам на Акалитов Бац! А тут Некрополя нет Надо пешком возвращаться Акалиты кричат Двое умирают И можно шахту вообще тыкнуть Он и тыкает шахту Тыкает шахту Нужно как бы возвращаться Акалитами Акалиты Да ну нафиг Мы не пойдем туда Опасные условия труда Минус шахта просто На И телепорт И сейчас играем 3 в 1 3 в 1 Хэппи пытается восстановить экономику У него 25 леса 65 лимита Там 80 Это 3 Дима покупает себе Вторую арбу У Фериков Два грейды на атаку Один грейд на защиту И Хапач идет пушить В очередной раз Не знаю как Мун специально его справа обходит А он вообще Да он просто Идет с той стороны Что противнику было сложнее Отступать Прописывает тут же Моноберн 3 Ферики в форме Обсидианки бьют Фокусит по этим По финдам Плюс 6 лимита только у Муна Но герои пустые Ой там скроллов зебист хороший Плюс 2 грейды на атаку Но размен тут не в пользу Хапача В Ферике все в форме такие Шары Повсюду Ничего не делают Свиток лечения шикарнейший 77 на 64 Дима заряженный Насколько там Дима Кстати до 6 Там же размен то идет Минус еще один финд Телепорт на козло Чтобы не убили Это нормальный Телепорт тактический 71 и 58 Такой нормальный был размен Возвращается Регенится Покупает Идет да заказывает Разница в 13 лимита Все красное такое Господи, хэппи Беги, спасайся, лечись Акалиты мирно стоят Ждут, когда у них Достроится шахта С трех бас сейчас Мун играет все еще Эти полторы минуты Штамповка Шикарнейшая Но хэппи каким-то образом все еще живет Пошел криппинг на красной точке Тут бы убрать Диму Хотя он для темпа может быть хочет его оставить Что козел погоды не сделает пятый А вот выигранные там 10 секунд какие-нибудь Может и помогут Что выпадает за артефакт Плащик он будет теперь гореть Я горю Акалиты принимают А где третий грейд на таку у Ферриков Или он уже сделал, я моргнул Да, 80 лимит на 63 У хэппи Ну, возобновляется добыча на экспанде Муну хочется постражаться с ним Но с какой стороны подойти он не знает Козел все равно пятый Но он в моменте был четвертого уровня, кажется Я не видел, сколько у него конкретно было Поэтому Если он Чуть-чуть ему оставалось Естественно, не надо отводить никуда его Диму Если первый герой больше пятого уровня, то он опыт не получает, смысл отворить Там не такая механика Он опыт не получает, но опыт отъедает То есть опыт все равно делится на два К сожалению Так, ну что Сражение По Финду работает Финда лечит Переключается на второго Финда Переключается на тележки Превращает Ферриков Не превращает Ферриков Снова на Финда Минус один Лича сейчас бьет 88 на 68 20 лимита Плюс у Муна Я не знаю, как вот такую массу Ферриков Убить Они неуязвимы к магии Но вы не кинуть Фокусить их сложно из-за фейза Когда они В формочке У них еще 12 армора 88 на 60 30 лимита Преимущество у Муна И шестой Дима Блин ГГ пишет Хэппи 1-1 1-1 Но надо признать Даже имея такое колоссальное преимущество Мун Его Ну Хэппи Хэппи не сдавался Ханг Чи говорит Тэп поздравляет Да, интрига Но там начало хреновое было Когда речь идет о каких-то тайминговых стратегиях Вроде масс-эйра Потери этих четырех гулей Это сильно А можно сразу написать Там товарища Кто хотел поставить 3К На победу Муну У вас все еще эта ставка А то вы сейчас сидите Это 3 копейки Или 3К Потому что если вдруг Мун выиграет Я уверен, что эти средства Вы будете с меня требовать А если проиграю То может быть скажете Это ее 3 копейки ставил Так что пожалуйста Четко напишите Что вы там решили Пока еще счет Близкий То мы там с товарищем забились На тысячу И говорят, что Хэппи выиграет Он говорит, что Мун Но Там еще Выяснится, что А я на самом деле Я спорил Ясно и четко Да, четко и ясно Чтобы не было потом А я не это имел в виду Или там А я ставил На самом деле Какие там никнеймы были 3К копеек Готов поднять до 5 коней Речь идет не о поднимании То есть ты ставишь, да? Блин Да ладно Я верю в Хапача Хорошо Толбот Значит с Толботом Ё-моё Опять вернулись ставочки Где-то там икнул Русбрейн Он, кстати, написал не так давно Что пошел на Убер Лилит В качестве финалочки Похоронил свою сорочку Да, давай, говорит Толбот Да, давай Хэппи, хэппи, давай С детства за хэппи Просто Хапач Ты его уничтожишь Ты его просто уничтожишь Что нам эти козлы Что нам эти ушастые Уже собаку съели На этих Китайских, корейских Эльфах И не только И на Фогича И на Сонике На всех потренировались Как облупленных Знаем всех Просто Не отдавай Гулей И убивай Все остальное Как легко Купить эльфа Горитмих паника Да я напрягаюсь Счет 1-1 Причем Мун такой Короче Хапач играет Что-то кроме ДК В этом эчапе Нет А что ты против Кроме ДК Будешь брать Против ДХ Поболел Называется За Муна Ой Еще Акалита Хэппи отдает Нет Хапач Как ты Акалита Что Слушайте А если Хэппи Проиграет А потом выяснится Что он например Болел Ну то есть Он не в твердом уме Или как там В добром здравии Ну Ну то есть Он отдал сейчас Акалита Просто в чистом поле Почему Зачем Он у этого Акалита Он с ним до конца игры Ему он нужен Он просто на разведке Пришел Ушел Какого хрена Хапач Акалита За что Да Пин к лаге Ага Ну Я начинаю Волноваться Скелета Не добил своего Ой Сейчас еще Артефакт Выдай ему Козла Жри Козла Жри Ненавижу Эльфов Койл Хорошо Так Энтов Что-то много Как-то Откуда Это все появилось Тут Прикопал Еще Э-э-э, лечи! Минус гуль! А что, КД там был? Что? Может, сегодня какой-то праздник, что Хэппи отдает или поздравляет Муна? А Калита гулю на ранней стадии. Как так? Что происходит? Фиасан, привет. Да у нас тут полуфинал? Крайне бедовый. Второй уровень. Ладно, получаем. Ой, делается база, и мы по такому тайм... Куда? Ты там офигел от этого мула Хэппи. Какого лешего? А, слушайте, я пробил по смурфам, короче, этот товарищ... У нас есть интерсмурф-система. Короче, это Хэппи под смурфом. Димка, не надо. Как ему удается, играет и печатает. Напиши, пожалуйста, что-нибудь вот прямо сейчас. Вроде контролит. АПМ не падает. Но если сейчас АПМ немножко упадет, это точно он. Димка, Димка, а? Не может без гудгейма. Так, ну базу мы ему отменили, это хорошо. А, у него голос в текст. Да, я Хэппи. И увеличился при этом АПМ. Ах ты, смотри какой. Димка, Димка. Гульку спас, молодец. Молодец, Димка. Второй спас. Ну где? Почему? А че мы койлы не кидаем? Что за челленджи без койлов? Гулька спасается чудесным образом. Эльф снова восстанавливает базу. Тыкаем лапкой. Фростморном точнее. Но один ДК не справится. Нам нужны были трупы. Так, и у эльфа, получается, база будет. РБ Мэйш говорит, все рассчитано, 4 арчи и код ГКОИЛ не спасает. Там ситуация была, что она убегала после этого. Вниз. А тут уже Демон Хантер выбегает. Да, база ставится. Так, стоп. Так, стоп. У меня появляются вопросы к Дмитрию, если честно. Ты уже Дмитрию. Значит, когда не надо, он там это самое выигрывает. А когда вот у нас появилась необходимость, он начинает какие-то вещи странные делать. Да, Дима подходит. Хорошо, хорош КОИЛ, добиваем, раз. Заставляем Козла вернуться, два. Отступаем. Прикопки нет, отлично. Гульки там зеленую собрали. Ой-ой-ой-ой. Криппинг у Эльфа продолжается. Не, Мун хорошо играет, четко. Я уже перестал засечки ставить по его косякам. Он особо не косячит. Добил одного Мурлока. Здесь своего Энтес правильно добивает тоже. И первые Дрозды уже влетают. И там шахта прикапывается, между прочим. Хэппи стоит рядышком. Дима тоже с полной маной, почти заряженный. Надо сейчас тереться рядышком, не давать ему вот артефакты выбивать. А то ничего по себе обнаглели ушастые. Эльфы вообще, дисбалансная раса, ненавижу их. Просто и то могут строить, и все могут строить. И арчи, и хантресы, и гиппогрифы, и фериков. Все, как угодно. И медведи, и МГ, и купил арбу, победил. Хэппи, давай, с тайминговым пушем, классным. У него преимущества пока по лимиту такого хорошего нет. Выходим по красоте. Сейчас заберем желтую точку или через магазин зайдем. А эта собака голема убивает. Ему выпадает опять великолепная аура паладиновская. Мун вырывается по лимиту вперед. Хэппи делает иллюзию под пуш. Третий уровень по таймингу. 41, блин, на 45. 41 на 45. Хорошо, Мунчанский сейчас немножко покосячивает с выходом из лимита. У нее на руках есть золото. Хэппич приходит. Ферики пошли. Все арчи на гиппогрифах. Каждая арчорки по гиппогрифу. Это у них государственная программа. Заставляет атаковать, подставляет иллюзию. Мун не ведется на иллюзию. Не, повелся. Прикопка. Гуля падает первая. Что? Как? Сетка. Хэппи. Нага подошла. Красиво. Первого гиппоса съедаем. Теряем уже две гули, правда. Нагу начинают тыкать. Нага, ползи, родная, ползи. В нагу тыкают. Где Нова в гиппосов? Нова в Диму. Хорошо, Диме плохо. Бутылка у него есть, но у него со здоровьем беда. Очень битый Дима настафь и уходит. Козел телепортируется. Да, да. Димка, мой чемпион. С детства за этого пацана. Болеем. Переживаем. Надо сейчас базу. Хороший пуш. Хороший. Хороший пуш. Виспы в шоке. Дерево падает. Мун пытается за него из последних сил вписаться. Вписывается тремя виспами. И нет, дерево падает. Барак бесячий бьет наших финдов. Дима вражеский танкует. Мы кидаемся на вражеского Демон Хантера. У него бутылка. Гули падают. Дима третий. Опачки. 42 на 41. Лимиты равны для нас хорошо. Главной базы нет. У Нага наша кажется будет сейчас погибать. Аккуратно. Нага. Нага падает. А Дима стаффится на последней секунде. Какой валидол. За что? Финн прикопан. Барак живой. Дима живой. Нага мертвая. Мы с финда продаем за гиппогрифа. По деньгам хорошо. Козлик добивает из последних сил нашего финда. Воздух неплохой. 41 на 40. Мы пытаемся тут еще одного гиппоса сделали. Убили еще одного гиппогрифа. Финда до последнего. Пытаемся спасти Дима заряженный третий. Его ничего не остановит. Но можно перегруппироваться. Базы нет. Можно и подождать. Нагу. Подкрепление. Блокирую, 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 блокирую. Не давай обсидианку. Не давай обсидианку. Манси. Манси. Как никогда. Ауры помогаем. Обсидианку добей, когда на повороте. Сейчас Феррики ее про... Раступились все. Видели как? Ну не добил же. Ну не добил же. Не корми его опытом. Димон. Он тебе не Димон. 37 на 41. 37 на 43. Хапача даже больше. Но большая часть Хапача до заказа находится. База вынуждена восстанавливаться. Другому нельзя. Диспельный виспа. Дима Биты снова стафается. Хапач не ослабевает схватку свою. Собирается. Заставляет еще нейтралов пострелять по дракончикам. Выбьет здесь артефакт благодаря ноге. И что там? Ману дай. Ману для баланса дай. Ману для баланса дай. Неплохо. Неплохо. Топ-2 артефакт в данной ситуации. 46 на 40. Ситуация Ха. Рошаен. Ману надо разводить как-то. Залетать. Выигрывать время. Пока у него база делается. Он понимает это. И Хэппи это понимает. Все это понимают. Попутно сейчас подкрепится. Потому что видел, что Хапач возвращается. Инфразрение-то работает. Койл, 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 Койл. Ну, а, там Берн. Койл надо было кидать. Так, и в это время, ну, Мун молодец. Мун вычищает еще одну точку. Быстро, причем это делает. Ловко. И у него при этом база строится. А что, Хапач не хочет прийти на базу, отменить ее? А уже поздно. Сходил непонятно. Он боялся, что к нему залетят. Поэтому он возвращался. У него же телепорта нет. Сейчас уже есть телепорт. А может, и был телепорт. Ну что, пытаемся. Мун еще успеет одну точку собрать. Классный Койл. Классный, потому что непонятно было, какого виспа диспеллить. Дима битый. Хапач 50, лимит там 44. Дима стафается. База отдается, похоже. Да, телепорта нет, это минус ничка. Хорошо, это нормально. Потому что экономика, при равной экономике, Фериков, Ферики Финдов не убивают. Только с преимуществом по лимиту. Только с преимуществом по лимиту. Ну, либо там, если у вас преимущество по героям какое-то существенное. Так, Мун пытается поставить базу в новом месте. Попутно крепится. Получает 2 четвертых уровня. А у нас 3-2-2. Надеюсь, это все-таки не те 3-2-2. Все будет по чесноку. Ждем повышения уровня Хапача. Он собирает красную, большого голема. А мы ждем хорошего артефакта. Тут загоняют главного Мурлока в угол. Убивают. Что дальше? 4-3-2. Пайпа выпадает! Хэппи Пайпа! Бриллинсаура. У него Бриллинсаура. Мун все равно не оставляет попытки поставить базу. Это правильно. Просто надо... Не просто... Ну, как бы... Он делает все верно. То есть он пытается вернуться с точки зрения экономики в игру. И темп сохраняет по хриппингу. Молодец. Ну, только хотел сказать, что надо козла, наверное, только ради 5-го Димы отводить. Криппинг очень быстрый. Фактически на карте сейчас уже не останется нейтралов. Не отводит козла. Лечится. Хэппи выходит из лимита, готовится к пушу. Мунс себе банк собрал, но сейчас выходит из лимита. Должен успеть это сделать. Так, Хэппи собирает артефакты. Что у него в результате еще? Кольцо, мана, когти, серклетка, арба, улича. Лимит хороший. Ну, я считаю, надо убивать эти. Пока он не реализовал вот эти вот 800 золота, Амун пойдет в разводы. Ничего, у нас телепорт есть. Мы прилетаем, отменяем нычку. Не, мы просто идем. Да ладно. Сделал разведку, увидел там базу. Пытался там... Кого-то... Ой, поймал. Цепанул на такой дистанции конской. И еще цепанул. Опа! И третьего цепанул. Минус 6 лимит у Муна. Ладно, здесь не факт, что... Так. Так. Лови, 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 лови. Ах ты, смотри какой. Спас одного Феррика. База с Nature Blessing перекапывается на Эксп. Апач, родной, не тяни, пожалуйста, не тяни. Все уже, все, на карте никого. Надо собираться. Лимиты хорошие. Экспан сейчас там будет работать. Бриллинт Саура есть. Нормально же все. Да, выходит Хапач с целью покарать базу. Растянулся немножечко. Ну что, 64 на 64. Ситуация хорошая в плане лимита. Тут же перегруппировывается Хапач. Подрезает Энта одного-второго. Провоцирует эльфа нападать. После первой же сетки начнется экшен. То есть Мун здесь ждет до тех пор, пока не цепанут нескольких юнитов. Дима пытается влететь. Нову ловит. Все, пошла атака. Хэппи даже немножко больше по лимиту. Отконтраливает первого финда, отконтраливает второго финда, лечит. Дима битый. Финды в разные стороны. Барак сейчас умрет. Почему Хэппи закупка не делает в такой ситуации? Там просветки нет. Дима, 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 Инвул на последних хитах. Выжил чудесным образом. Финды минус один раз. Дима телепортируется. Финды минус два, два. 55 на 64. И еще немножко подрезали. Отлично. 2-1. Я считаю это 2-1. Мун пока так не считает. Он лечится, отдает экспант, но... Не будет он за экспант сражаться. Хорошо. Вау. Не, будет? Будет. Пытается. Форкит. Эксп Хэппи добивает. Пятый ДК. Левелап у Наги. Дестройеры отлетают. Финн тоже доконтраливается. Все в рассыпную. Феррики битые. Отчаянная попытка дать сражение на пике. Финды неуязвимые просто. Никто до них не добегает. Они сетки кидают в рассыпную. Император. Ой, закопка у него есть. Ну все. Ну тогда вообще вопросов к Димке никаких нет. Кроме первого Калита и Гули. 2-1. 2-1. Играя до трех побед. Ждем следующего матча. Вау. Нормал Шэмбуллок говорит. Я очень давно не играл в Варкрафт. Почему строят Ферриков против Фуда? Это достаточно древняя стратегия на самом деле. Она стала популярной где-то 4-5 лет назад. Ферриков против Фуда строят потому, что у них есть серия хороших способностей. То есть это летающий юнит неуязвимый к магии. То есть на него не действует заклинание Nova Coil бла-бла-бла. По нему не стреляют Дестройеры. Они как Гарги могут фокусить хорошо вместе. Плюс по ним сложно фокусить, потому что они обладают способностью Фейс, уходят в Астрал. И, соответственно, выстрелы не все попадают по нему, ну, не попадают, когда он уходит в Астрал. Еще они могут превращаться и в фонарики, и карать за заклинание. То есть эта стратегия хорошая. Ферриков вообще массовых популяризировал, так скажем, Moon и Хот. Начиналось это все с эльфийского Мирора. Но дотянули до... Ну, то есть эту стратегию через как раз бафнутого Кипера против андедов, потому что у него нет... Можно поставить Экс, можно сделать крит массу, поставить... Ну, против андедов она сейчас более-менее актуальна. Так, одна карта, одна карта. Отделяет Хапача от победы. Карта Last Refuge. Moon играет через стандартного героя. Создается впечатление, что Moon будет играть до Талова через Кипера и Ферриков, но Барак стартовый говорит о том, что там Дима будет. Хотя почему? С Кипером тоже должна эта точка даже быстрее... Ну, ладно, так же крепится. Время выкатывать вардын. Она уже выкатывалась. Вот возврат к прошлым стратегиям я сомневаюсь. Мне кажется, что сейчас Дима будет. То есть каждой твари по... По одному. Не, Варден, ты прав. Йо-моё, Moon. То есть мы попробовали так, попробовали сяк. Один раз получилось, один раз не получилось, второй раз не получилось. И мы решили вернуться к Варденочке. Варденочка на закусочку. К императору. Варденочка под водочком. Посмотрим, как пойдет. Разведку делает Акалит. Не отдавай его, прошу. Хапач, вообще нет смысла отдавать. Оп. Выманил, подблочил, сед... Ай! Ай! Тролль, паскуда. Ну, Варден на ЛР... Это какая-то дикая экзотика. Ладно, я понимаю, на Новый Айлос какой-нибудь. Там и артефакт рядом хороший, и второй ты получаешь сразу. Да, Варька он не видел. Да, он вспоминает, знаете, Moon из... Он играл раньше через Варденку на этой карте. Видите, второй барак ставит в магазин. Наверное, кто-то из вас вспомнит, что он практиковал ее через два барака. Именно на этой карте. Потому что сложно ее крипить, и приходится еще тратить на АО второй. Вот, но это... Это вариации первой стратегии. С более медленным Т2, и с расчетом на то, что человек не сделает разведку, и не поподрезает тебе... Ну, не похорасит тебя на криппинге. То есть, такой немножко наивняк. Хапач побежал. Кстати, он может... Не, не может он барак отменить. Уже не может. Но может помешать, крепится. Сейчас выманим нейтралов сюда, хотя он далеко стоит. Он не у дерева стоит. Оп, нет, выманивает, выманивает. Барак, причем, наносит удар на свою беду. Мун решает, пора тыкать в коня. Конь решает, что пора тыкать в Варден. И они друг друга втыкают. Кто чем может. Гули, 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 гули. Варя возвращается. Барак страдает. Ну что это, быстрая игра, кажется, у нас. Блин, Варя битая. Барак никакой. Гули грызут. Хапач, видимо, сделал разведку, увидел второй барак. Или вспомнил просто, что Мун так играет на этой карте. Игра Л. Минус Ау. А мы с бэкпэком не принесем ничего здесь? А мы просветку просто купим. Нет, беги, Варден. Пытался подлечить. Из-за леса, из темноты. И подлый Койл летел в Варден. Если бы она не была к этому готова, она могла бы схватить. Ах, ты какая хитрая. Какая хитрая дама, а? Так, ладно, ладно. Мун не сдается. Хэппи, понятное дело, тоже. Но своего он добился. Он темп криппинга дико замедлил. Из-за убийства барака, потери виспа, более позднего, как следствие, Т2. Пошел себе второй уровень набивать. Так, Мун получает второе через стролля, здесь получает бах в лицо. Выпадают рунные браслетки. Самый лучший артефакт Муну выпадает. Самый-самый лучший, без преувеличения, преувеличения, самый лучший. Ты в 21 готов, конечно, получишься. Не-не-не, у меня планы такие же, не поменялись они на сегодня. Я уже прононсировал трансляцию, будешь? 21. Но рунные браслеты, да, они могут, они могут зарешать. Так. Интрига. Т3. Древо мудрости. Шеддер выкупает. И Варька уже третья, что ей дальше выпадает? Циклон. О, циклон это крайне ситуативный. Если бы у Варден Даггер с приоритетом был, и наносил сразу урон, как молоток какой-нибудь, то для нее, конечно, это было бы, был бы очень хороший артефакт. То есть, фокусишь леча, поднимаешь декул, кидаешь Даггер, но пока там основной урон нанесется. У меня такое впечатление, что Хэппи зря отпустил первичное давление. После уничтожения барака надо было, наверное, как-то зеленый под боком брать и не давать так просто к эльфу крепиться со вторым бараком. Потому что по темпу, по темпу, его уже переиграли. Не уничтожили, но уже переиграли. Ну, Варя сейчас четвертый уже будет. Причем я и насыпала хорошо. Что выпадает еще? Инвол большой, да вы что? Мун продал рунные браслеты! Что? Он оставил циклон и продал рунные браслеты? Соло-герой, который всегда нюкается койлом и новой, и он продает рунные браслеты? Что? Может, он промахнулся и хотел циклон продать? Ну, тогда бы он и циклон продал, следуя за рунными браслетами. Да нет, как это мискликнуть? Вы что, вы берете артефакт, потом его перетаскиваете с иконкой? А, это баг. Да, есть они. Фух! Появились рунные браслеты. Господи. А я уже пытаюсь понять, какой же это, наверное, гениальный муф у Муна, что он рунные браслеты в такой ситуации продает. Фух! А что, радуясь? Не продал, плохо. Для нас это плохо. Опять пропали предметы у Муна, я понял. Бак оверлея. Ну что, Хэппи идет с Пушем, лимит одинаковый, сейчас возьмет рейнджерку, лимит плюс шесть. Позиция не очень хорошая. Можно, можно подрезать, можно подрезать, ну, Вить, ну, Вить, Вить. В смысле, Увить. Варя почти пятая, 4-6, но не до конца. Опасно. Варя идет то ли за свитком, то ли зачем? Зачем она идет? Зачем ты идешь сюда? Персоналка. Пошла персоналка на базу. Ну что, момент истины. Сложные эльфы здесь отбиваться будут. Главное не дать, не раскормить ее здесь, не раскормить. Хапач сразу принимается за магазин. Хорошая тема. Диспол, Риджува, отлично. Ножи полетели, минус Магаз, чини-ничини, получается. Гули врываются в Арчей. Медведи не успевают. Минус первая Арча, пошли первые скелеты. Медведи только-только, как-то, как-то. Минус висп, хорошо. Гульки две красные, минус одна гуля. Перегруппироваться, да, решает Хапач. Надо гульку подлечить, не успевает. Минус вторая гуля. Ой, да ладно. Ой, да ладно. Спокойно, Варя почти пятая. Варя почти пятая, не надо шутить с Варденкой. Подфокусивает, подфокусивает. Медведь превращается, превращается в медведь. Инвул от Варден. И на развороте. Минус Арча. Опять же, Варька в куче. Делает ножи. Циклон на дыку. Падают гули. Падает медведь. Четвертый дыка. Лечим леча. Ой, там опасный момент был для леча. 48 на 40. Лич третий. Отлично. Кажется, задавим. Циклон снова. Типа, что подвязался просто. Но это тебя не спасет. Еще один Дестройер поднимается. Шреддер подходит уже, потому что уже плохо дело. Фокус еще минус медведь. 35 на 50. Это конечное. Это 3-1. Это победа, ребята, победа. Это победа не только Хапача. Ой. Да, медведи ничего не могут сделать. Мун где-то шопится. Он перехватывает подкрепление в виде обсидианки. Но это уже все. 27 на 48. 20 лимита разницы с одной базы. Эх. Мун креативил, креативил. Да не вы креативил. Старался, пытался. Вардынку показывал свою. Но Император это не впечатлило. Ай. Эмоциональная, конечно, игра. Хорошая, интересная. Спасибо большое, что смотрели. Помните, что завтра у нас матч за третье место и финал. Там будет эльфийский мирор. И Хапач, который будет играть против Лавлиета в финале. Спасибо еще раз за то, что смотрели. Увидимся с вами сегодня в 21.00. На кооперативном стриме с Боннивуром мы будем играть в Don't Starve. Новая для меня, по крайней мере, игрушка. С замечательным, харизматичным, жизнерадостным, обаятельным, три раза женатым Олегом Горючкиным. Пока.